Центр Сефер, занимающийся изучением истории и культуры горских евреев, в рамках большого проекта Российского еврейского конгресса между Кавказом и Иерусалимом, исследовал кладбище в Нюгди, Рубасе и Джерахе. Ученых поддержал их постоянный спонсор-фонд «Генезис». Группа исследователей состоит из этнографистов и эпиграфистов, которые проводят работу по каталогизации, фотографируют памятники, снимают замеры, фиксируют рисунки надгробных камней и читают надписи. Это позволит точно узнать, какой была жизнь еврейских общин на протяжении нескольких веков. Еврейских общин в диаспоре, которые никуда со своего места не двигались 100, а то и 200 лет, очень мало или почти нет. В этом смысле горские евреи – совершенно уникальная диаспорная группа. Специалисты проводят большую работу с местным населением, общаются со старожилами, которые досконально знают родные места. Мы поговорили с местными жителями. Они говорят, что кладбище простиралось и на огороды туда, и на строение вон там. То есть все, что мы видим, все постройки хозяйственные, они на территории кладбища. Соответственно, памятников осталось немного. Каждая эпитафия несет в себе информацию о личности покойного, его отце, профессии, традициях культуры и религии, которых придерживался умерший. На Нюгдинском кладбище эпитафии XIX века наиболее информативны. Они дают новую формулу записи даты, где счет дней ведется от шабата и от новолуния. А круг счисления указывается как по малому счислению, так и от сотворения мира. Нюгдинское старое кладбище, оно интересно тем, что оно достаточно долговременное. Мы имеем общину, которая долговременно существует, продолжает существовать с 70-х годов XVIII века. Одинаковый по почерку надписи выдают одного резчика, а в целом исследование говорит о том, что в общинах обычно было немного мастеров, не больше пяти. Вот этот вот почерк, он очень характерен для гербентом, характерен для маджолиза. Значит, какая-то одна мастерская традиционно тиражировала именно эти памятники. Мы надеемся, что у нас получится сотрудничество с Центральным государственным архивом Дагестана. Мы планируем оцифровать какое-то количество архивных материалов, имеющих отношение к горским евреям. И каталоги кладбищ, и интервью, и архивные документы будут помещены в наш онлайн-каталог, базу данных сфера, который будет открыт для всеобщего пользования. В этом году исследователям впервые помогал дрон. У научной группы появилась возможность фотографировать кладбище с высоты. В дальнейшем это поможет им прочертить границы кладбища и узнать, как расположены надгробия с высоты птичьего полета. Пока время подвести итоги еще не пришло, и ученые не раз вернутся сюда, прежде чем в этой глобальной научной работе будет поставлена точка.